Но сейчас мы выходим, сейчас начинается день, и я чувствовал очень сильное развитие, очень сильная клизь. Сейчас мы выходим с урока, и как оберегать, как делать так, чтобы у товарищей был тот же самый уровень напряжения, как и на семинаре? Потому что я чувствовал, что означает проходить тысячи состояний в течение дня. Я проходил, я был в этой стиральной машине, я знаю, что это такое. Но сейчас, когда я просто похоронен под тысячей вещей, которые надо делать с утра до ночи, как не вытащить голову из этого всего? Иначе урок впустую пропадет. Большую часть дня ты занят материалами самыми разными. Ну да, да. Да. Ну так, это во-первых. Но я думаю, не что я от этого получу, я думаю, как я подготовлю их. То есть это работа такая, как бы сказать, внешняя. Нет, это не имеет значения. А если Акока работает со своими железками, с механикой, а если кто-то здесь полы укладывает, какая разница? Не имеет значения, чем ты занят. Важно. Сейчас ради чего ты работаешь? Намерение должно быть. У тебя есть голова? Почисть в голове небольшое пространство. Вот здесь, вот здесь, сзади такое местечко. И введи туда мысль с одним вопросом. Почему я делаю это? И все. И эта мысль должна быть здесь постоянно. Сделаю упражнение. Почему я это делаю? Все. И пусть сопровождает тебя все время. Эта часть в голове. Сохраняй ее постоянно. Все время. Ты ходишь, ты обращаешься, разговариваешь. Привыкни, чтобы этот вопрос все время находился в тебе. Это называется намерение.